всем здарова точнее доброе утро сегодня понедельник уже все собираемся на работу что братва поехал я значит работать время 10 часов как обычно приходим 9 выезжаем 10 я друзья был на улице баннер из магазина снимал у нас очень сильный ветер я весь околел весь замерз между жесть короче вот хотел вам пожаловаться немножко вот эти баннеры висели самого лета и только сейчас их додумались поменять хорошо работают в россии люди все ребята мчу на обед день вроде пока проходит о легке но успел уже околеть ну смысле замерзнуть вот сейчас на обед приеду наверно с словом надо будет погулять потому что вечером неизвестно когда я приеду домой а вечером еще на тренировочку обязательно бы надо сходить друзья чем я вам рассказывал вчера лег где-то в пол двенадцатого не мог долго уснуть ворочался туда-сюда ну не знаю видимо после праздников так это отвык вот сейчас еду всю дорогу зеваю глаза слепаются а я еду только работать мне еще обратно ехать обратно и поеду будет уже темно вот поэтому я в рабочие дни ложусь в 10 часов максимум в 11 насчет лампочек пока ментов не было вроде все нормально не останавливают вот ну потому что некому останавливать не знаю типа потому что чего это взял мне все уже сказали да тебя за эти лампочки оштрафуют да их нельзя я не знаю короче я в правилах этого не видел ну может быть просто не читал не знаю вот но я слышал что ксенон нельзя если у тебя нету линз так а у меня просто лампочки просто другого цвета я не думаю что это прям какое-то правонарушение смертельное там что штраф сто тысяч будет там лишение прав какой нибудь чё какая ни херня и и и так ребята уже три часа ночи я все на работе конечно я шучу нет время пол шутка шестого вечера как раз уже мне нужно собираться домой вот но я еще в бердяуши мне 40 минут езды в итоге у меня получается переработка за которую мне не платят как вам такое перед отъездом нужно пристегнуться всегда самое интересное что у меня не замерзайка не брызгает то ли движок накрылся который воду подает то ли я не знаю чё тогда представляете вот кто люди-то такие обычные семей ну как я в общем-то которые планируют всю жизнь работать я просто не представляю как вообще можно прожить всю жизнь вот так вот вот в частности на моей да просто колесишь в одни и те же города одни и те же магазы все одно и то же как это вообще как люди как до пенсии вообще дорабатывают у меня отец работает 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 все на пенсию никак выйти не может ему еще путин продлил пенсию вообще замечательно он жалуется постоянно вот на пенсию хочу люди да вот так вот получается хотят побыстрее постареть чтобы уже выйти на пенсию и ничего не делать понимаете какой выход только они видят для себя вот я так жить не хочу поэтому собственно мой канал и создался хочу людям донести что не счастье не в том чтобы найти себе работу и там до конца своих дней пахать а в том что есть много других занятий вот так что мой канал я хочу чтобы он был примером и мотивации для всех людей мотивировать себя на то чтобы не пытаться найти себе работу закончить учебу да я согласен там это да это надо хотя я сам у меня 9 классов образования я поступил в техникум два раза поступал первый раз я после школы не доучился потому что началась такая движуха что про армию именно то что будет полтора года служить а не год и я пошел думаю дай-ка я год отслужу все и буду свободен и доучусь в итоге отчет как у меня получилось год я дослуживаю и значит иду на контракт потому что там на тот момент выросла зарплата от если я не ошибаюсь небось так если я не ошибаюсь то ли с 15 она до 30 поднялась до 35 то ли с 20 поднялась до 35 ну че то такое что то получали немного вот я думаю а че я буду учиться зачем мне да собственно говоря учиться когда я могу уже заработать себе денег там на машину на все вот эти вот движения собственно вот эта машина отсюда и получилась в итоге я на контракте был уже я ее купил заплатил кредит за полтора года 400 тысяч два раза по 100 тысяч я получал в армии новогоднюю премию потом когда я оттуда уволился уже ее не давали давали в размере одной зарплаты а зарплата была у нас 35 36 вот так 37 вот у меня была вот отсюда да и вот эта машина как я уже сказал наверное это самое правильное решение в моей жизни было что вот до сих пор на ней езжу с армией уже сколько уволился до сих пор на ней езжу вот дальше конечно хочется больше уже хочется бмв какую-нибудь приобрести либо мерседес ну что то по интересе я не знаю я уже накатался на этой машине на отечественную я тоже не хочу вот и как то пока так вот живу не хочется говорить что мой канал ради денег созданный просто это это второе уже то есть на втором плане на первом просто смотивировать людей то есть что можно жить по другому а на втором плане уже конечно прибыль с канала это само собой я думаю ни для кого это не секрет так что пока так на данный момент я вложил в свой канал если это можно так назвать так камера три с половиной тысячи штатив полторы тысячи ну и не знаю телефон свой можно считать то есть как вложение потому что я на него тоже снимаю иногда вот если считать с телефоном то порядка двадцати тысяч у меня вышло но без телефона у меня пять вышло вот то есть такие вот вложения уже есть а я думаю когда есть вложения значит это канал он все равно должен процветать помаленечку потихонечку я не говорю там сразу мне сто тысяч просмотров и подписчиков миллион нет чтобы все следовали моему примеру что вот можно сделать так у меня все видео будут с самого начала и до самого конца я не собираюсь ничего удалять конечно все мои первые видео прямо начиная с лета я не знал этого вот честно я не знал музыку которую я оставлял в своем видеоролике она вся принадлежит ну каким то автором и то есть мне приходили сообщения а я не читал ничего за сообщение ну думаю ну вышел и вышел ролик вот там приходили сообщения о том что типа я нарушил авторские права и монетизацию на этих видео роликах мне сделать нельзя будет вот хотя в голове то уже понятно что вот те самые ролики самые первые ролики они будут набирать больше всех потому что людям очень интересно, как я начинал, зачем я начинал, зачем я начинал, вот, ну, как-то так, я по себе служу, потому что я также смотрел на других блогеров, по самым первым роликам, что они снимали, как они снимали, что они там рассказывали, то есть как-то так, и у меня в планах то же самое, по сути, только канал мой, он не упирается в одну какую-то тему, потому что я человек вроде как разносторонний, я могу и, как сказать, посмеяться, и могу и вот рассказать, и даже вот умную мысль преподнести, сам от себя не ожидал этого, конечно, в общем, стараюсь двигаться вперед, и вы тоже следуйте за мной, старайтесь, начинайте, хотел за них завести бизнес, прям сейчас бери денег, пробуй, вот попробуй, возможно, он в первый раз не получится, вообще, может быть, получится, но не совсем идеально, как ты бы хотел, но зато ты будешь уже знать, где ты оступился, в чем твоя ошибка, вот, так же и с каналом, потихонечку своими видеороликами я прощупываю, где, чего и как мне делать, много людей, вот в моем окружении много людей, которые мне советуют, а, сделай вот так, сделай вот это, я их слушаю, слушаю, но и тут же вопрос, да, у меня задается, а почему бы тебе так не сделать, ведь ты такой же, как я, вот, ты, не знаю, там, может, в силу возраста это все, то есть, ты такой мужик, да, дядька уже, тебе там, 26 лет, вот, и ты такой начал снимать видеоролики, в которых ты толком ничего сказать и рассказать не можешь, ну, то есть, ты же взрослый человек, а тебе всякую ерунду нести, как бы нельзя, да, тоже посмеются над тобой, так вот, я на это забил, я могу подурачиться, могу что-то рассказать, могу, как уже ранее я говорил, я не знаю, я все могу, могу дно у бутылки выпить руками, вроде, да, детская какая-то херня, но все же, могу ведь, а ну не каждый может, вот такие мысли, друзья мои, на сегодняшний день от Валдиса вы услышали, так что не ссыте, двигайтесь дальше, и у вас все получится, ну, если даже и не все, то что-то точно получится, мне кажется, если у меня будет, как у Димати с Гуфом, даже, там, да, полтора миллиона дизлайков, я все равно эти видяхи, ну, эти видеоролики не буду удалять, пусть видят, пусть видят, как я ошибся, как я оступился, зато будут знать, что я честный человек, я не собираюсь рекламировать никаких ставок, никаких там, не знаю, ну, букмекеров, я не знаю, это можно, это считается за какой-то там мошенничество или за шквар какой-то, я не знаю, ну, типа, ты рекламируешь букмекера там какого-нибудь, вот, ну, ты же не призываешь людей ставить именно на кого-то в этой букмекерской конторе, правильно, ты же просто, ну, не знаю, короче, решать вам, все комменты я читаю, чем больше комментов, тем лучше, даже если плохие комменты, тоже нормально, я их учитываю всегда, возможно, люди со стороны мои ошибки видят лучше, чем я, поэтому это все хорошо, и такие комментарии, они тоже удаляться не будут, если, конечно, личное достоинство там не будет как-то задеваться, а то, ну, я думаю, не очень приятно будет, когда на стене от тебя, на твоих, ну, в комментариях тебя как-то будут обзывать, а ты на это спокойно смотреть, ну, хотя, за что обзывать еще, не за что, так сказать, вот, время без 15.06, через час у меня тренировочка уже, ребята, знаете, когда я последний раз был на море, 16 лет назад, представляете, и все, и больше не был с тех пор, нужно как-то начинать ездить уже, да, такой простой, да, сказал, начинай, ну, начни ездить, вот так вы бы мне ответили, наверное, да, я сам понимаю, что это все непросто сделать, все надо денег нагодить, отпуск себе выбить в какой-то месяц, один же тоже не поедешь, надо же жену с собой будет взять, все в планах, все будет, но не сразу. Сейчас еду, у меня не омывайка не брызгает, еще плюс к этому у меня сломался дворник, я не знаю, что он там выкрутился или что, с водительской стороны именно меня закидывает грязь, а я, у меня чистит только соседнюю сторону, пассажирскую, ну, это как так? Опасно еду, работает один дворник только. Ну, ребята, ничего такого особо страшного не произошло, просто открутился дворник, блин, ну, когда это случилось на ходу, это было так-то не очень весело, я думал, все, я приехал, ну, это капец, братцы, кому не пожелаю вообще в дороге сломаться. Я только что зашел домой, сразу не раздеваясь, пошел кушать, ездил как-то сильно. Что ем? Бутеры горячие. Ну что, ребята, сейчас ем, иду на стадион, пока иду, сейчас побегу, потому что меня уже ждут вовсю. Был упадок сил небольшой, потому что кушать хотел, а закинул буквально три бутера с колбасой, с сыром, запил водичкой, вроде вот получше стало, но сейчас, я думаю, пробегу без проблем. Стадион. Опять нету света, да? Дорога домой всегда легче. Все, друзья, наконец-то все дела переделаны, вы были на канале Валдеслайф, подписывайтесь, ставьте лайки. Тружусь, не покладая сил. Время 11, а я записываю последний ролик. Субтитры сделал DimaTorzok